Ну что, друзья, я вас приветствую. Немножечко я затянулся выпусками. Последние 4 недели я не выходил в эфир, потому что, ну не то, чтобы нечего было рассказать, мне негде было проверить процент жира. В нашем городе сломался чудо-аппарат. Сейчас его починили, но не скажу, что я ему рад его починки. Давайте начнем немножечко в порядке. Что происходило за эти последние 4 недели? Голод очень сильно начал мне одолевать. И вот этот определенный успех после последнего ролика, где я показал 7% жира, точнее не я показал, а показал прибор. Я на самом деле не знаю, какой процент жира на самом деле. Но и как-то я, что ли, стал чуточку себя вальяжнее чувствовать, как-то чуточку спокойнее. И это начало играть со мной злую шутку. И организм тоже уже откровенно начинал, начал уставать и включил мне все механизмы, которые только мог для увеличения аппетита. В планах было держать планочку где-то 2 800-2 900, но по каким-то причинам, по понятным, я думаю, эта планка уже в среднем начала составлять 3 200. Там даже в какую-то неделю вылетала за 3 400. То есть меня начал очень сильно настигать жор. Уезжал я на неделю в отпуск в деревню. Это было то еще испытание. Конечно, по активности все было здорово. Там есть тренажерный зал, правда, в 30 километрах от деревни. Но тем не менее, мне это не мешало каждый день туда ездить. А по вечерам я просто на природе бегал. Я не скажу, что очень люблю это занятие, но честно, в тот момент я прям кайфанул. За эту неделю я довольно неплохо отдохнул и наладился сон, какое-то было спокойствие. Все умеренно, размеренно, семья рядом, все рядом, мне не надо на работу. И там на самом деле очень круто пошел процесс. Но был один момент, когда я уже просто не смог выдерживать помимо нашей семьи. Там еще и родители, там еще приезжают родственники и там есть дети. И, соответственно, там полки ловятся от всевозможных вкусняшек. Я каждый раз открывал каждый шкафчик и видел огромное количество шоколада, конфет, каких-то... В общем, чего я там только не видел. И для меня это было просто очень сильнейшее испытание. И только, наверное, держался до последнего, потому что понимал, что я это делаю еще и для роликов, да, там вроде как дал себе задание, что поставить. Ну, не эксперимент, а как бы плановая сушка. Но, тем не менее, я ее как-то освещаю в соцсети. И это меня держало до последнего момента, когда мы сходили в баню. И тут-то я что-то уже подрасслабился. Там конфет, в другую, все. Дальше, как в тумане, время 12 ночи. Я стою освещенный светом холодильника. Значит, беру этот сырничек, мажу его сгущёлкой. И пришел я в себя только когда холодильник начал пищать, сигнализируя о том, что пора бы его закрыть. Собственно, да, в этот день я что-то там под 6000 калорий улетел. Ну, с утра проснулся, как бы... Ну, водички накопилось. Но я очень классно и продуктивно потренел, потому что, соответственно, ко мне пришло очень много энергии. По возвращению прибор еще не был починен, что меня очень кумарило. И вот именно на 16-й неделе, когда я, в принципе, планировал уже все сворачивать, я готовился к субботям, то есть держался как ок, из последних сил, все было хорошо. И в пятницу я отравился соусом. Только купил на Азоне. Для меня это, ну, такой соус типа а-ля Big Tasty. Ну, типа такая пародия на него. Очень, на самом деле, вкусный, но продается в промышленных упаковках. Где-то порядка килограмма он там весит. И, соответственно, после вскрытия там не очень-то большой срок жизни. Ну, кое-как я его там распихал по бутылочкам, где-то заморозил. И в итоге, ну, не отследил этот момент. И меня очень сильно скрутило. Это хорошо, что я в последний момент отказался от фотосъемки какой-то. Ну, хотя уже ушли переговоры с фотографом. Мы там все это планировали. Я там хотел автозагар еще этот сделать для пущего эффекта. Потом как-то посидел, подумал, блин, голки-хочего сушек впереди будет очень много. И это не какая-то такая прям роковая, чтобы она не последняя, она не какая-то соревновательная или еще что-то. Это просто, ну, обычная сушка для себя. И, соответственно, я в последний момент с этого всего соскакиваю. И прям позже, через пару часов, я понимаю, что у меня очень сильно болит живот, его скрутило. И, соответственно, все это принеслось определенным отеком. И, грубо говоря, когда я пришел делать анализ состава тела, он мне показывает шокирующие цифры. Сейчас не дам собрать. 9, 9, 9, сейчас скажу. 9,1%. Тут я немножечко охерел. Потому что форма была, даже несмотря на то, что я дробанулся и отек. Да, она чуть подсмазалась. Нет, прекрасно понимал, что процента жира точно не больше. И как бы вопросики, а как вообще откалибровали и отремонтировали этот прибор? Товарищ, который имеет все дело, он тоже говорит, «Блин, ну выглядишь ты хреново в плане того, что отравление, но форма как бы крутая. И да, видно, что ты чуть-чуть подотек». Мы решили перенести это на несколько дней, пока не пройдет живот. И, собственно, прогнозы неутешительные. Я делаю опять через пару дней анализ состава тела. Хотя никаких нарушений по диете не было. Ничего не было. Все так же режим продолжался, и все сошло. И как бы думаю, вот, сейчас должен показать неплохо. Он показывает 10,3. Ну как бы. Мы, недолго думая, через минуту переделываем еще раз. И он показывает 9,7. Ну, тут-то я понимаю, что прибор просто выдает какой-то генератор случайных чисел. Чем он руководствуется, непонятно. И, в общем-то, как-то я на эту тему решил подзабить. Потому что, объективно, если посмотреть фото, видео и, как бы так, на ощупь, то это где-то все порядка, ну, 7 с копеечкой, ну, 8. Вот так. По моим личным ощущениям. Ну, опять же, посмотрите. Я обязательно все эти фоточки и видео приложу. Что было утром, грубо говоря, там, как оттягивалось кожей и как вот это вот все. В целом, по итогам этого анализа, я довольно сильно расстроился. Потому что, блин, столько было подрачено времени и еще какое-то вот было освещение на YouTube. Но потом я успокоился и решил, в прямом смысле, отъебаться от себя. Вот, да, потому что здесь это слово максимально уместно. Помимо всего этого, куча работы, куча определенных забот и проблем. Как бы, я сделал форму, которая, ну, большинству людей, она, как бы, ну, только мечтается, можно сказать. А для меня это, ну, так как, в общем, в какое-то путешествие съездил, сходил без особых проблем. Как бы, да, какие-то яркие впечатления и не более того. Ну, то есть, это определенная для меня обыденность. И она будет проходить раз в год стабильно. Почему я это делаю? Потому что, ну, я верю в то, что, ну, есть такая теория set point, да. Это когда до определенного возраста у человека формируется определенное количество жировых клеток, агипоцитов и, соответственно, их размер. Соответственно, если подросток в диапазоне от 13 до 17 лет жирный, скорее всего, в перспективе взрослый, он тоже жирный. И, соответственно, у него жизнь будет проходить все время с борьбой с лишним весом. И это количество агипоцитов будет его постоянно подталкивать. И, чувак, ты похудел, давай-ка, вот тебе все механизмы, отличный голод, замедлим тебя, ты будешь опять набирать. Есть обратная теория, settling point называется. Это выставление новой точки отчета. Она не совсем-то доказана, как бы она имеет место быть. Можно посмотреть на каких-то людей, атлетов, бодибилдеров, которые, ну, мягко говоря, там, в детстве были не совсем атлетичные. Да, они там, может быть, где-то были пухленькие или еще что-то. Но в целом это наблюдается по людям, которые когда-то взялись за свою форму и на рубеже 10, 15, 20, 25 лет они уже такие крепыши. И что бы с ними ни стало, как бы они очень классно выглядят. И все люди почему-то думают, что они так выглядят всегда. Как бы есть определенная информация, но она нигде не проверена. Я прям досконально не искал. Это просто вот на просторах интернета от каких-то определенных врачей, как бы они тоже эту теорию поддерживают. И якобы есть информация, что количество жировых клеток в нашем организме одно, ну, грубо говоря, обновляется каждые 10 лет. Ну, ой, каждые 10 лет обновляется раз в год, ну, где-то на 10%. То есть, что я хочу этим сказать. То есть, если ты похудел в течение года и, грубо говоря, удерживаешь этот результат, то организм где-то 10% этой информации учтет. Он будет понимать, что, ну, что-то новенькое. Окей. Если ты удерживаешь этот новый вес и постоянно улучшаешь на протяжении 10 лет, то, скорее всего, вся твоя информация о распределении жира, о размере жировой клетки, о их количестве, ну, количество, оно остается навсегда с тобой, о размере жировой клетки, через 10 лет якобы обновиться полностью, и организм уже будет думать, что ты, в принципе, всегда был такой. Ну, как бы, опять же, это теория, вилами по воде. Я могу только выразить личный опыт, который в доказательности стоит самым низким. Действительно, я уже занимаюсь этим более 20 лет. И, грубо говоря, было много каких-то удачных, неудачных попыток похудеть. В основном это были попытки похудеть были удачные, попытки удержать были максимально неудачные. И только вот в последнее время мне уже, приобретя определенный плац знаний и опыта, я знаю, как это делать. И, соответственно, когда у меня стало получаться удерживать этот вес, действительно, распределение жира в моем теле стало неким другим. И я уже не жирею так, как жирел раньше. То есть, если вообще, встанусь, взглянуть все мои старые фотки, ну, грубо говоря, вот этот вот курдюк, который обычно висел у меня на животе, да, я с ним мучился, и, как бы, сейчас там всегда плоская, тонкая, натянутая кожа, и там практически никогда не скапливается. И если я начинаю худеть, это уходит чуть ли не в первую очередь. То есть, эти складочки очень сильно уменьшились. Следующий таргет мой, это пока, да, у меня там очень хорошо аккумулируется жир, особенно, ну, на поясничном отделе. Как бы, ну, может быть, через какое-то ближайшее время, 5-10 лет, эта картина может поменяться, если я не сойду с пути. Ну, как бы, вот такая интересная версия. Насколько она правдива, я, правда, не знаю. Пока прям глубоко и в исследования какие-то я не лез. Пока вот, ну, кто-то что-то говорит, я послушаю, мотаю, говоря на уст. Мне как-то прилетел вопрос, а, собственно, зачем я вообще худее, если, ну, и так, как бы, хорошая форма. Но, видимо, это отголоски спорта. Почему я, собственно, расстроился, да? Потому что я уже вроде бы хорошую форму сделал, но как-то уже хотелось соревновать. Ну, да, это из разряда, как в школе. Ты вроде бы там, ну, знаешь, на какую-то оценку там, либо идешь там с надеждой на экзамене там получить четверку. Типа, ты получаешь четверку, такой, да, блядь, я хотел пятерку. Вот. И тут, по сути, аппетит приходит во время еды. Собственно, со мной случилось то же самое. И я подрастроился. И вот когда мне прилетает этот вопрос, я говорю, ну, а как я буду курировать людей, как я буду их обучать справляться со всеми этими трудностями, если я в эти трудности не буду гружаться? То есть сушка каждая, да, она проходит с каким-то определенным опытом. Я для себя подчеркиваю что-то новое. Тем более я это делаю в разном возрасте, то есть из года в год. Соответственно, я могу сделать какую-то аналитику, что да, с возрастом чуточку сложнее. Это действительно и есть. Хотя исследования говорят одно, что снижения метаболизма нет, но как-то мы, наверное, становимся чуточку менее и как-то, может быть, у нас проблем становится больше. Да и в целом организм понимает, какая заворожка сейчас будет, и, соответственно, он к этому готов. Оно до определенного момента может быть как-то идти легко, потом тяжело, потом он с этим смиряется, и оно опять идет нормально. Вот каждая эта сушка, она проходит со своим каким-то сценарием. Какое он будет, я понятия не имею. Я хочу посмотреть все. И, собственно, это мероприятие, оно для меня открывает определенные границы, границы моего тела, границы компетенции, которые я могу рассказывать людям, да, там, как выйти из той или определенной ситуации, могу объяснить, что сейчас с тобой происходит, что нет, что будет с тобой происходить, как это все пережить, как удержаться. Но, опять же, получится это не у всех. Определенный мой личный опыт, да, есть определенные работки, но, как бы, даже со мной они не всегда работают. Ну, вот тебя, когда перекрывает голод, ну, тут, как бы, белок и клетчатка тебя могут просто-напросто не спасти, потому что ты узнаешь, что твой желудок безграничен, он может пихать туда все, что угодно, пока тебе не станет плохо и больно, как бы, ну, вот так работает голодный мозг, когда сигнал насыщения не проходит от слова «совсем». Вот, и это я тоже регулярно прохожу, но, тем не менее, с каждой суткой это для меня не новость, и оно проходит легче и даже реже. Для меня было большое открытие, что да, я могу, наконец-то, от себя отъебаться, мне не нужно выставлять эту форму ни на какую сцену, я просто сделал сам для себя это испытание, заварушку, показывает вам, как это все проходит, это не смертельное мероприятие, оно вполне себе рядовое, оно уже все изучено, прогнозируемо, довольно понятно и предсказуемо. Поэтому, ну, я в какой-то степени кайфанул от этого инсайта для себя, что, блин, я же никому ничего не обязан, да, я хочу это показать вам, я это показываю со своими косяками, проблемами, но, как бы, для меня это было открытие, что я могу от себя отъебаться, как бы, и все равно форма-то вполне себе «О». Вот, если брать очень широкий срез населения. Опять же, это мое соревновательное прошлое, оно как маленький чертик говорит, что ты, сука, можешь лучше, ты можешь больше, но ты вот где-то вот проебался. Но, да, так и есть, я где-то схалявил, где-то недоработал, я это прекрасно понимаю, но на тот момент, когда я выступал, у меня не было таких обязательств, не было семьи, то есть я был более-менее, как бы, вот этих всех проблем, ну, не, они были чужды, говоря даже, так, у меня не было ипотеки на тот момент, ну-ка, кто знает, про что я говорю, меня поймет. Поэтому можно сказать, что все это завершилось. Какие планы, да, далее? Далее я буду где-то до 1 октября, 1 октября, скорее всего, я начну уже цикл масса набора, и до 1 октября я, скорее всего, буду держаться в одной паре, то есть я сейчас буду выходить на уровень поддержки, буду экспериментировать, где-то пониже, где-то повыше, ну, грубо говоря, держаться плюс-минус где-то в определенном весе. Кстати, на этот раз у меня минимальный вес, который был, он провалился до 83,7, что ли, по-моему. Ну, то есть, суммарно, где-то я потерял 11 килограмм за 16 недель, вот, начиная с самой верхней точки. А сейчас уже на момент записи видео я там уже чуть-чуть поднабрал, там, где-то, может быть, 85-86 он, ну, как бы, это вполне нормальный откат, и, как бы, бояться его, собственно, не стоит, учитывая, что где-то водичка, где-то я там поел, тем более у меня сейчас вот прошли выходные, я ездил к семье, и я там не тренировался, я там практически не двигался, мы с женой залипли в игрушку героя, и если кто-то помнит, герой Три Меча и Магия, и мы просто весь день с ней проиграли. То есть, ну да, вот так вот сложилось, что мы фанаты этой игры, и я просто давным-давно ее не играл, тут, оказывается, какое-то еще обновление наши русские разработчики придумали, и прям по кайфу поставил, и мы с ней просидели, и я ел, 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 там практически все печенье у детей я похомячил, и, в общем, закончил день с итогом 9700 калорий, вот. И я, в принципе, сначала что-то запаниковал, потом думаю, да и херстенько, вот. Зато я, ну, ментально и морально немножко отдохнул, конечно, да, там, чуть-чуть внутренний демон, говорю, ты что-то наделал, там, вот это вот все, началась внутренняя идеология, угрызение совести и прочее, но, как бы, это все довольно быстро заткнулось, потому что, и это уже проходил, ну, как бы, ну, покричит и успокоится. И, собственно, как бы, я сегодня пришел в зал, я готов был нарубать, мне прям вообще по кайфу было. Зашла тренировочка, полтора часа прям отработал на хорошей интенсивности, с хорошим темпом, с хорошим пульсом, я прям сегодня кайфанул, вот. И, как бы, ну, иногда нужно поддаться этому дивану, поесть, отдохнуть, расслабиться, и это нормально. Ну, ну, ребят, просто отъебитесь от себя. Вот. Собственно, дальше я планирую двигаться плюс-минус в одном и том же весе, разжираться я не планирую, как бы, тем более сейчас еще пока идет лето, можно где-то щеганул без футболки, да и в целом все это пока, как бы, то есть, я сейчас обучаюсь жить, грубо говоря, в этом новом теле, в этой новой форме. Вот. Это тоже навык, и у многих проблема не с тем, чтобы похудеть, а с тем, чтобы удержать. И, как бы, очень многие не понимают, достигнув своей цели, что я, собственно, буду с этим делать. Вот этот самый простой вопрос, казалось бы, норм и самый сложный. Собственно, на тот момент по БАДам ничего не менялось. Вот все, как я рассказывал в прошлых роликах, оно все вот это вот и было. Так же и продолжилось. Сейчас я, наверное, выйду стабильно, на калорийность 3, буду где-то в этом коридоре 3, 3200 болтыхаться, буду просто смотреть за самочувствием, как нарастает или падает аппетит, как идет производительность на тренировке, и уже буду такую планочку поддержки под себя подбирать, такую, чтобы комфортно. Значит, что из БАДов добавится? У меня окончился витаминный комплекс, сейчас я заказал себе новый, и, наконец-то, я нашел более-менее хорошие витамины, точнее, их начал производить мой старый знакомый, с которым мы когда-то давным-давно выступали, и тут оказалось, что он начал производить. Я вау, мы с ним созвонились, он мне все рассказал, что-то, как это происходит, какая контора все это делает, как-то, откуда идет сырье, я говорю, ну, все, давай, я хочу, вот, и мы с ним решили замутить небольшую коллаборацию, и он говорит, вот, по промокоду котлета, я в описании все укажу, вы можете заказать это с 15-ти процентной скидочкой. Собственно, добавлю вот эти витамины, потому что они у меня кончились, я уже и так планировал заказывать, значит, может быть, есть мысль, мысль сделать себе капельницу, пока еще вопрос этот изучаю, ну, капельница такая, ну, гипотопротекторная, больше на такой восстановительный момент все-таки, вот, также прокалываю B6, также прокал вот этот Миксидол, ну, он там немножко другое название, можете посмотреть в старых роликах, и все, тоже, грубо говоря, наверное, соберу в отдельный плейлист, и, собственно, запихну в описание, ну, как бы, план такой, держать эту активность, потому что я уже отчасти к ней привык, вот, то есть, грубо говоря, кардио уже мне не напрягает, для меня это, наоборот, определенное время, да я могу, грубо говоря, ответить там всем в соцсетях, выложить какие-то ролики, и прочие вот эти вот все вещи, вот, поэтому плановая сушка подошла к концу, я в принципе доволен, да, могло быть лучше, но получилось как есть, и, как бы, мне же никуда не надо, собственно, ну, что, что я мог, я показал, сделал то, что мог, там, где есть до встречи, я думаю, что попробую освещать массонабор, ну, опять же, посмотрим, как будет по загруженности, и будет ли вообще время на все это, потому что даже сделать вот этот ролик сейчас приходится выделять насильно кусок времени, потому что все это еще нужно демонтировать, выложить, вот, ну, вот как-то так, всем до скорой встречи,